Всех представителей знака зодиака рыбы я рада приветствовать на своем канале Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу представить вашему вниманию Тараскоп на сентябрь 2018 года Сегодня я буду работать с Таро Законопритяжения Очень такой своеобразной колодой Она отличается от классики не только с позиции визуального ряда Но с позиции толкования и трактовки арканов Но тем не менее, мне кажется, она наиболее оптимально Покажет новые грани вашей жизни Итак, по традиции расклад покажет общую атмосферу месяца И события, которые наиболее вероятно отыграются у вас в сфере работы Финансов, здоровья, личной жизни И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести вам данный месяц Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории Он не может однозначно проиграться для всех представителей знака зодиака рыбы Поэтому многим из вас необходимо смотреть Тараскоп по знаку своего асцендента на дальней карте Поверьте, это касается не только моих Тараскопов, но и Тараскопов других специалистов, которые вы можете смотреть на YouTube Как посчитать свой асцендент, либо вычислить свой асцендент Вы вбиваете в Google, вам дают программу, куда вы вбиваете свои данные И вы смотрите, все-таки в каком же знаке находится ваша знаковая величина Итак, давайте смотреть Общая атмосфера месяца Что вас ожидает в плане работы Финансов Здоровья Личная жизнь И совет от карт Итак, общая атмосфера месяца Здесь у вас падает король кубков По этой карте эмоции бьют через край Во-первых, это непосредственно ваши стихи Особенно это касается мужчин То есть здесь вы будете полны энергии, влюбленности, эмоций Здесь может быть также влияние, помощь или поддержка со стороны мужчины Представителя водной стихии Рыбы, скорпион Либо рак И соответственно, этот мужчина может каким-то образом дать вам дельный совет или помощь Либо оказывать вам протекцию в каких-либо вопросах Ну а теперь давайте смотреть, как отыграются остальные сферы жизни Итак, вот с позиции работы здесь падает башня Ситуация окрушения То есть для многих из вас, как это может проиграться Если на текущий момент вы без работы, то ситуация не изменится Если вы наемный работник, то здесь может быть ситуация Либо вы сами уволитесь, да, либо каким-то образом может быть реструктуризация предприятия Сокращение штатов, либо в целом может предприятие закрыться, да И соответственно, по башне вам придется искать новое место работы Либо в целом какой-то кризис, какой-то конфликт, который может вас выбить из колеи Давайте уточним этот момент Что же здесь у вас? Ну, по тройке кубков, понимаете, вам необходимо открывать новые двери Либо вы переросли эту ситуацию, это должность на этой работе Либо здесь нет никаких перспектив личностного, карьерного роста И вы понимаете, что не нужно дожидаться кризиса А нужно просто брать бразды правления в свои руки и менять свою жизнь Искать новые выходы, новые пути С позиции финансов Вот у вас шестерка Пентакли Во-первых, это желание удержать ситуацию, удержать стабильность Но вы понимаете, что вот, скажем так, ваши финансы подходят, скажем так, иссякают Либо, тем не менее, как говорит карта, источник ваших ресурсов может иссякнуть И вам придется просить помощи Соответственно, вы уже делаете выводы, просчитываете ситуацию, забегаете наперед И ищите себе новые возможности Это касается как и наемных работников, так и людей, у которых есть бизнес То есть, если вы увидите, что идет ситуация крушения Либо вы ищете новых соучредителей, новое партнерство Либо пытаетесь каким-то образом реорганизовать, либо реструктуризировать ваше дело Чтобы не только удержать свою стабильность, но и каким-то образом попытаться исправить финансовую ситуацию С позиции здоровья Здесь у вас падает, покажу поближе, семерка жезлов Это карта эмоционального, физического истощения Когда вот ваши возможности уже на пределе Ну, это, видимо, сказывается еще по причине работы и финансового положения То, что вы трудитесь, не покладая рук с утра до вечера И тем не менее, это сама по себе ситуация, когда вот вы больше не вытягиваете Вы понимаете, сколько бы вы не старались Но вы не можете все время работать на пределе своих возможностей Помимо всего прочего, семерка жезлов Это карта слабого иммунитета Либо это скрытое течение болезней, хронических заболеваний, которым вы не придаете значения Ну, вот из серии, он болит, пусть болит Типа, у меня болит всегда, но это неправильная позиция, потому что это впоследствии Может привести к кризисным состояниям Что вас ожидает в плане личной жизни? Восьмерка мечей Вот здесь какие-то эмоциональные переживания Давайте все-таки посмотрим, с чем это у вас связано Либо это у вас так будет отражаться ваш эмоциональный фон Из-за работы Что вы будете как-то ощущать себя, как-то, знаете, вот брошенно Ну, вот по карте МАК Здесь, знаете, как может быть, что либо вы обеспокоены работой Либо что ваш партнер будет на текущий момент не до вас Если вы состоите в паре, потому что он будет занят непосредственно своим делом Оттачиванием своего мастерства И не особо будет проникаться, например, вашими проблемами Если же на текущий момент вы одиноки То вам просто, знаете, как вы не можете найти какую-то поддержку Какую-то опору, да, помощь Просто именно психологическую, моральную В этом вам сейчас очень необходимо И по карте МАК, это вы знаете, ну как Сама решайте абсолютно все свои проблемы Как психологического плана, так финансового и ряда других проблем Ну, из позиции совета, о чем вам говорят Арканы Что они вам советуют Четверка жезлов Карта стабильности, карта процветания Хорошего самочувствия, карта благоденствия Как говорит Аркан Несмотря на любой жизненный кризис Во-первых, не забывайте, что, Амата, что вы у себя одна Любите себя, жалите себя, цените себя И запомните, что все проблемы проходящие После любого кризиса наступает период стабильности Это во-первых И во-вторых Кризис это всегда фаза роста И для вас он скажется благоприятно Потому что четверка жезлов Это карта не только стабильности Это карта недвижимости Карта чего-то, знаете, вот Ну, четверка Квадрат Карта основы Карта фундамента Здесь вы закладываете новый фундамент своей жизни Который для вас будет, знаете, как стартапом и трамплином для новых свершений Поэтому все в ваших руках Вот таким вот вышел расклад Могу сказать однозначно Поскольку здесь только два старших Аркана Не такой он уже вот прям значимый Либо переломный в вашей жизни Все моменты здесь проходящие Тем не менее Не воспринимайте это с позиции негатива Негативной информацией Как могут многие написать Вот вы нас накручиваете, программируете Нет Тороскопы всего лишь показывают Возможные подводные камни И как их можно избежать То есть тем самым Дает вам возможность подстраховаться Что-то учесть Чтобы изменить вашу жизнь В качественно лучшую сторону Вот таким вам был Тороскоп Я искренне вас благодарю за внимание И просмотр С вами была Ева Лекцер До новых встреч